Да, Руслан, как настроение? Готов рассказать нам про новые фишки FineBI. Чем сегодня порадуешь? Да, сегодня мы посмотрим такую интересную вещь, как более сложные графики. Посмотрим конкретно на парэто-анализ, как получается сделать ABC-анализ в FineBI. И сегодня посмотрим, поговорим о нем. И, собственно, получается, построим его на данных не простых, а данных, которые мы получили с 1С. Ну, собственно, это один из самых популярных источников России, поэтому сегодняшний вебинар будет особенно актуален. Вот, оп, камера пропала у Руслана. Опять все, все вернулось. Все, тогда не будем затягивать. Наверное, да, тебе слово. Приступай. Тогда сейчас включу демонстрацию. Скажите, коллеги, сейчас видно экран? Да, да, все прогрузилось. Так, ну, собственно, наверное, начнем. Сегодня мы как раз, вот как я уже сказал, построим, получается, график ABC-анализа, он же парэто-анализа в системе FineBI. Построим его на данных 1С, которое мы вот получим и зайдем вот в систему. Сейчас вот обсудим, как это у нас происходит. Для начала, собственно, поговорим, что такое у нас представляет из себя ABC-анализ, как у нас будет происходить обмен данных с системой 1С, и после этого мы поговорим о том, какие показатели надо рассчитать, какие вычисления сделать, чтобы построить наш график, наши визуализации. Так, ну, вот введение ABC-анализа. Собственно, что это такое за вид анализа? Он нам позволяет сегментировать товары по уровню прибыльности. Он гласит вот достаточно такому популярному закону парэто, что как 20 усилий приносит 80% результата. Для бизнеса тоже так закон действует, что 20 продуктов нам могут приносить 80% прибыли. Из других кейсов, которые вы можете встретить в жизни, там или где-нибудь о них слышали, это вот тоже, что 20 людей владеют 80% богатства, и там вот как пример тоже 20 продавцов могут приносить 80% продаж компании. С богатством уже не так. С богатством 20 людей 90% богатства владеет. Да. Или же 5 на 95, да, скажем? Да-да-да. Поэтому здесь у нас закон парэто работает в таком виде, и ABC-анализ нам позволяет сегментировать наши продукты, выделить наиболее или менее ходовые, чтобы их как-то оптимизировать, убрать из нашего ассортимента, и все это скажется у нас отлично на наших продажах и на деятельности компании. Ну, также вот из редких случаев этот вид анализа может использоваться в сегментации клиентов, как вот варианты той же RFM-сегментации, может иногда использоваться в HR-аналитике, ну и в принципе достаточно широко применяется во всех отраслях, и ограничений для его использования практически не наблюдается. Собственно, как он выглядит у нас в такой более обозримом перспективе, это у нас сегментация по разрезам, то есть у нас есть доля количества и доля той ценности, которая приносит та или иная категория. Мы их разделяем на три, это у нас категория, то есть самая небольшая доля от количества продуктов, которые продаются, но приносящих наиболее высокую ценность в компании и прибыль, соответственно, продажа. После нее идет категория B, это доля продаж или количество может составлять небольшая, ну и доля, которая на вклад тоже невелик, порядка 10%, то есть это для нас такая вот проходная категория продуктов, и часть которых может перейти в категорию A. Но вот самая последняя, которая у нас имеется, это категория C, где большая доля, это практически 80% и более, это содержит, скажем так, около 10% всех итоговых продаж. Здесь вот стоит понять, что основная идея в том, что у нас самая наименьшая доля от товаров, от продуктов, генерирует наибольшую долю ценности, то есть 10 на 80, грубо говоря, вот так, из категории A. Ну, собственно, какие у нас могут возникнуть сложности при виде этого анализа, что может пойти не так и какие есть нюансы от ведения и проведения этого анализа в системе Excel. Собственно, сбор данных у нас достаточно бывает редко налажен на стороне Excel, чтобы как-то скриптами там все потягивалось правильно, и после этого отрабатывалось, и все наши продукты выделялись категории, вот как необходимо, чтобы вычисления работали корректно. То есть зачастую это может быть ручной ввод, который бизнес-пользователь вводит сам значение, и там есть вероятность механической ошибки, что что-то вел неправильно, либо же постоянно приходится пересчитывать значения, расширять диапазоны формул, и тоже это не совсем удобно. Если у нас данные находятся или же преобразуются из различных систем, допустим, 1S, тот же Excel, как справочная какая-то информация, и у нас там другая система, например, Google Analytics или Google BigQuery, то мы это не сможем также совместить и провести общий такой ABC-анализ по всем продуктам компании, по всем источникам, в этом у нас возникнут сложности. Теперь, когда мы, получается, обработали данные, подготовили их и хотим сделать отчет, у нас тоже здесь могут возникнуть некоторые трудности, которые будут коррелировать с тем, что нам постоянно потребуется обновлять и загружать данные в систему Excel, что данные у нас также необходимо проверять перед тем, как туда запускать в отчет. И создание самого отчета у нас потребует достаточное бремя бизнес-пользователя, вместо того, чтобы он занимался проведением анализа и тем, как, собственно, у нас определяют правильно ABC-анализ категории и сделать для себя какие-то важные выводы для бизнеса. Собственно, что вот у нас решает FindBi? FindBi решает все эти проблемы, то есть мы сможем объединить все источники из систем, тот же самый 1С, Excel, как-то вот еще в других таблицах, базах данных, совместить это все в единую структуру и после этого проводить анализ, многомерный анализ в различных срезах, сегментах, и после этого создать уже отчет, который будет у нас формироваться автоматически по вот этим данным, которые уже будут обновляться самостоятельно, то есть по каким-то расписаниям, которые мы назначим, и после этого у нас получится автоматизированный такой сбор отчетности без нашего непосредственного участия. То есть при этом на самом Dashboard мы можем зайти как бизнес-пользователь и уже тратить время на то, чтобы не проверять данные, а заниматься анализом и тем, что у нас получилось вот, собственно, на графике по РЭД, там в другом диаграммах и Dashboard. Собственно, после этого мы можем также представить это в более таком вот формальном представлении, например, в формате PDF, либо же данные можем выгрузить в Excel, организовать рассылки данных и после этого пользоваться отчетом либо статично, либо для каких-то внутренних нужд, если на то возникнет потребность. Собственно, как у нас данные, которые мы потянем из 1С, будут синхронизироваться с системой Find BI? Для этого у нас есть отдельный коннектор, который, получается, настраивает синхронизацию путем конвертации инфотаблиц 1С в добро читаемый вид, уже готовый для анализа, то есть здесь минимум времени для того, чтобы обработать все данные, перевести их с языка ссылок 1С в язык тех же самых баз данных с учетом реализационной логики по СГРе SQL, MySQL, либо же MS SQL. После этого мы перейдем в поле Manage и выберем вкладку Data Connection и добавим коннектор для того, чтобы подсоединить данные из этой таблицы. После этого мы сможем настроить, с какой именно таблицей мы работаем, то есть при помощи обработки SQL-запроса, либо же просто при подключении к базе данных, вот как здесь у меня на скрине, это DB, и после этого начать разработку дешборда и проведение ABC-анализа. Теперь поговорим, какие нам понадобятся для этого вычисления, что потребуется сделать, чтобы у нас получилась такая красивая визуализация. Для этого нам вначале придется рассчитать сумму показателей, то есть это продаж прибыли, количество, которое вы хотите привязать к парэтоанализу для продуктов. То есть мы посчитаем сначала агрегированную сумму для каждого продукта, после этого мы выведем итоговую сумму, которая в тотале для всех продуктов, чтобы у нас была такая сумма общая, не фрагментированная по каким-то, не знаю, продуктам, брендам, чему-то еще. И после этого мы начнем считать доли показателей от вот этого нарастающего итога, который у нас формируется по каждому продукту. Его мы можем назвать вот так и после этого использовать в расчетах, чтобы уже выделить категории ABC. Здесь вот тоже, как для примера, я их выделил, вот как у меня было на скрине ранее, то есть это 0,8, если у нас менее 0,8, то есть это более ходовые продукты, мы их назначаем в категорию A и здесь присваиваем единицы. Если же у нас больше 0,9, это менее ходовые продукты, и мы их присвоим в категории 3, то есть C. И после этого оставшийся вот этот промежуток, это все, что у нас останется в категории B. такие вот средненькие товары, продукты, которые тоже можно будет посмотреть. После этого мы перенесем их на диаграмму и построим наш дашборд с заданной сегментацией по категориям, брендам. То есть здесь это все будет универсально. При необходимости эти диапазоны можно будет убрать как и для XYZ анализа, то есть у вас не обязательно там будет 0,8 или 0,9, 90%, а может быть там, допустим, 50, 30, 20. Или же какой-то другой срез, который у вас там уже имеется в компании, и вы анализируете ваши продукты таким образом. Ну, теперь поговорим, как у нас построить наш дашборд, нашу визуализацию. Это тоже достаточно просто, все как бы средствами из коробки. И для этого нам для начала нужно будет выбрать тип графика Chart Type от Custom Chart. После этого будет необходимо добавить те показатели, которые мы рассчитали на прошлом этапе. Это итоги по брендам, то есть тоталы, и нарастающий итог в качестве агрегации на горизонтальную ось. После этого нам будет необходимо настроить нарастающий итог, чтобы он у нас отображался на одной из осей. Для этого мы нажмем на саму ось, вот здесь верстикл, и выберем Indicator Aggregate. То есть после этого мы сможем увидеть, что два наших оба графика по нарастающему итогу и по брендам находятся на одной оси, и после этого мы сможем легко их обозначить, чтобы они находились в том формате, как привычен для парэта анализа. Здесь вот мы нажмем, получается, на оси нарастающий итог, это Right Value Axis, и после этого получим уже итоговый результат, вот такую красивую картинку. Собственно, если вот сейчас у нас пока не возникло вопросов, я думаю, мы можем сейчас это все повторить в системе Fine BI, и посмотреть, как это у нас устроено вот на данный момент. Так, сейчас я поменяю экран. Так, сейчас у меня должен быть экран с Fine BI. Да? Да, видим, видим прекрасно. Вот, отлично. Ну, теперь проделаем все действия, которые мы описали, получается, в презентации. Для этого мы перейдем на вкладку Manage, и сначала настроим подключение к нашим данным из системы 1С. Для этого мы перейдем в Data Connection Management и создадим новый коннектор, выберем какую-то вот базу. В случае, когда мы работаем с нашим коннектором, здесь у нас будет MS SQL, либо MySQL, либо же какая-то другая база данных, указанная для конвертации таблиц. В моем случае это MySQL. После этого я введу здесь данные учетной записи для MySQL, которые необходимы. И сейчас я даже покажу уже на готовом. И после этого я смогу нажать на клавишу Test Connection. У меня должна отобразиться такая зеленая галочка. Значит, все у меня отображается корректно, и я могу работать с этой таблицей, с этим источником. И, собственно, после этого, какие будут мои действия. Я перейду в какую-то вот директорию, где у меня находится уже каталог с данными, и я выберу этот тейбл, и здесь я возьму и выделю какую-то базу данных, либо же SQL. То есть я могу выбрать как вот MySQL, вот уже DB, там у меня получается, как называется, таблица SalesCube. Я могу сделать какой-то запрос и предагрегацию на стороне SQL набора данных, либо же просто при подключении к DB, к тому коннектору, который у меня выбран здесь. У меня это уже как бы настроен коннектор, поэтому я покажу уже вот здесь готовую связку. Вот, то есть здесь мы видим набор данных, который пришел нам из системы 1С. Все вот показатели измерения соответствующим образом. Можем вот сейчас на них посмотреть. Надо убрать переводчик. Вот вся детализация. И после этого мы можем перейти в настройку самого источника данных в SalesService.dc, чтобы как-то у нас данные причесать, перевести их на русский язык. Часть показателей мы можем убрать и, собственно, уже после этого использовать их в своих расчетах. Здесь я отмечу, что все действия, которые были описаны на презентации, как вот рассчитать нам, получается, показатели итоговых сумм по продуктам, по, не знаю, брендам, любой детализации измерения, мы можем провести их точно так же и на стороне Data Preparation при помощи вычислений вот здесь, Group Summary. Либо же при помощи NewCal и той же самой агрегации на уровне, скажем, вот измерения. Ну, после этого мы можем перейти к нашему источнику и уже построить нашу визуализацию. Для этого нажмем так же Create Component. Так, надо, правда, к этому источнику. И после этого давайте создадим те вычисления, которые были, получается, присвоены на прошлом этапе. Так, для этого мы сделаем сумму АГГ и рассчитаем, давайте, наверное, по сумме в рублях, сколько мы на продавали. Будем анализировать продажи. Так, это у нас получается итоговая сумма по продукту. Ну, либо сразу я возьму как презентацию, чтобы нам потом не путаться, сумма по каждому продукту. Вот так лучше. Вот. После этого я возьму и рассчитаю отдельно вычисление, которое мне, в принципе, выведет все значения, то есть оно будет агрегированное, в принципе, по тем же самым суммам продаж, только на уровне всех продуктов, то есть это будет единая такая сумма. Я ее назову, давайте, и того, по продуктам, чтобы в дальнейшем использовать в том же самом вычислении для анализа. Ну, теперь мы рассчитаем, получается, доли для вот кумулятивного итога, для нарастающего итога по продажам по каждому продукту. Для этого давайте выберем эксам. Теперь нам, получается, понадобится показатель, который мы создали на прошлом этапе. Это сумма по каждому продукту. Давайте вытянем ее сюда. И после этого разделим на... Так, показатель вот этого по продуктам, чтобы рассчитать доли... Так, ну вот, пускай будет по продуктам, по показателю. После этого что мы можем сделать? У нас, получается, данные, они сформированы, вот эти значения для проекта анализа на любом срезе. То есть мы можем сейчас посмотреть, как на уровне брендов, как у нас распределяются те же самые продажи. И можем посмотреть вообще на любом уровне. Нам нет необходимости рассчитывать для каждого типа детализации. Мы просто вот сейчас выберем тип графика. Вот один у меня будет column chart. Это получается и того по продуктам. Так, вот только вот так. Добавлю я сюда еще детализацию бренды. Сразу я на оси возьму, добавлю вот так, чтобы все у меня было вместе. И после этого добавлю показатель и того доли на графике. Здесь я поменяю тип графика на линейный. Видим, что у меня сейчас появилась вот линия с значениями. И после этого я ее немножко сейчас приукрашу, чтобы она у меня отображалась как-то по-понятней. Вот, сделаю ее черной, изменю размер. И после этого я добавлю само значение доли, чтобы видеть, какое у меня процентное значение здесь отображается. И также я возьму, поменяю его в percentage, то есть чтобы сделал у меня вот процентное отношение. То есть конкретная цифра. После этого я проведу точно такие же манипуляции с суммой по каждому продукту, чтобы посмотреть там детализации, сколько они у меня отображаются. И после этого я настрою еще вариант дисплея. И настрою здесь, получается, сортировку по обыванию по каждому продукту, вот сумма, которую вот рассчитал на этапе ранее. После этого я могу настроить следующее значение, как вот перейдя в set value axis, я нажимаю сюда и нажимаю write value axis. После этого я могу убрать также заголовки, они мне здесь не понадобятся. И я вижу, что у меня вот здесь отображается теперь доля по продаж, которая у меня относится к каждому из брендов. Ну и теперь мы можем рассчитать еще один вычисление, показатель, который у нас будет отвечать за как раз-таки образцы и сегментацию на графике. Для этого я возьму, вытащу свой показатель доли по показателю. Сделаю такого условия, что если он меньше 0,8, то это будет первая категория. Иначе у меня запустится другое вычисление под то же самое сравнение доли показателя, но только теперь, если оно больше 0,9. Здесь мы выделим неходовые категории продуктов. И после этого, если у нас это значение доли больше 0,9, но при этом не подходит диапазон 0,8, у него задастся промежуток категории B, то есть вот двойка. И здесь я, наверное, его тоже переименую в категорию ABC и перетащу ее вот сюда на график. На график я его перетащу, которая сумма вот этих столбцов по значениям. И для этого я выберу так, 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 вот она у меня категория ABC. Поменяю теперь тип градиентной заливки на какой-нибудь другой и добавлю три значения. Соответственно, я могу теперь назначить такую вот соответствующую заливку, что если у меня будет так, вот так, три значения, один, два, три. И теперь, соответственно, этим значением я могу взять и присвоить какую-то определенную раскраску, чтобы они у меня здесь отображались по как раз таки категориям, как я их озвучил ранее. Здесь давайте сделаем желтый. Ну и соответствующим образом мы, получается, рассчитали по сумме продаж. Правда, это, наверное, не сумма продаж, потому что она отрицательной быть не может. Здесь, скорее всего, это какая-нибудь там другая сумма, которая, может, там не себестоимость, нет. Возможно, это не продажи были на самом-то деле. Вот. Ну и получается, я этот график сделал у себя на визуализации. Теперь мы получили графика, получается, ABC-анализа, смещенность по ренту, где я могу бренды, получается, распределить по вот этим категориям. И, соответственно, здесь у меня в процентном соотношении, сколько доля итога на каждый приходится. Собственно, после этого я смогу точно так же взять, настроить дашпорт и назначить ему на расписание, на какую-нибудь другую детализацию. Все, чтобы у меня синхронизировалось. И вот этот график, дашпорт у меня, скажем так, был не просто вот как сейчас в данной ситуации графиком, а каким-то более осмысленным детализацией. Так, коллеги, активно с вопросами. Ну, вопросов у нас сегодня не очень много, хотя странно, тема довольно интересная, на мой взгляд. Так, по поводу вопросов, можно ли разработанный дашпорт сохранить как настройку и передать коллегам непосредством, поделиться с другим пользователем, а как файл настройку? Ну, получается, преобразована как файл настройку? То есть, думаю, да, потому что, в принципе, у того же самого FNBI есть несколько методов, как делиться дашпортами. И в качестве файла его тоже можно делиться локально. Но там это будет, получается, связка с темплейтами из другого продукта Final Report. А если мы хотим просто разработанный дашпорт поделиться как вот с пользователями, для этого мы переходим потом на вкладку Directory, так вот сюда, Manage. И для этого мы сюда добавляем какой-то из наших дашпортов. То есть, вот вариант Demonstration я могу добавить какой-то из дашпортов, которые у меня будут здесь где-нибудь поглубже. Так, вот это, наверное, New Dashboard 2. После этого я назначаю те, как бы, сущности, где можно его просматривать, то есть на ПК, на планшете, либо же на мобильном устройстве. И после этого я смогу сейчас обратиться в Demonstration и открыть как бизнес-пользователь свой дашпорт и посмотреть вот на Паретто-анализ, на диаграмму, которую я сделал. Вот, ну, собственно, вопросы поподробнее, где прочитать, про методы поделиться дашпортами. Я так понимаю, и в описании инструкции, да, у нас это дело где-то есть? Да, это есть в документации. То есть, в принципе, у FindBi есть там 3 или 4 метода, как можно делиться дашпортами, сущностями. Вот один я сейчас назвал, если файлом, как вот в системе FindReport, один это публичные ссылки. Если я просто создаю ее вот таким образом, нажимаю на вкладку Dashboard, и после этого я, например, убираю какую-то из сущностей и создать, например, ShareLink. То есть, после этого, как вы сделали вот эту ссылку, вы можете поделиться ею вот этим дашпортом в компании, вот нажав сюда CopyLink, и пользователь в рамках домашней сети сможет открыть дашпорт и посмотреть ваши сущности, как бы, отчеты без лицензии. Ну, здесь стоит понять, что если у вас там, как бы, имеются какие-то права доступа или же ограничения на уровне данных на дашпорт, то пользователь этого не увидит. Это один из методов. То есть, можно также сделать по паролю вход, то есть, это публично его как-то открыть, если по IP-шнику, и при этом можно вот делиться в качестве, в рамках пользователя какого-то определенного департамента, что кто-то его конкретно будет видеть в сервере FindBi. Так, Руслан, такой вопрос, но это, наверное, коллегам нужен лайфхак какой-то от тебя. Значит, звучит все так. Проблема документации в том, что непонятно, как они называют эти методы, чтобы найти по поиску среди трех тысяч страниц. Я знаю, что ты там... Расскажи. Про китайский форум и легендарную документацию. Ну а почему нет? Вот. Ну да, здесь есть второй метод. Если вы не хотите листать это все в том трехтысячном томнике, страниц, где вот тоже есть ответы на вопросы, вы можете перейти на китайский портал. Сейчас давайте я вам тоже покажу, как это делается, чтобы там вот работать документацией FindBi. Так. Сейчас видно, да, экран также? Тут вот графичек такой. Красный. Вот, отлично. То есть у нас есть отдельная вкладка, это портал FindBi. Он, естественно, идет на китайском, но вы можете, вот как, например, я, человек, не знающий этого языка, взять, просто его переключить на английский прямо у себя в браузере. То есть вы видите, что часть он переводит уже на английский, и вполне можно что-то понять, прочитать. Здесь это вот как бы в принципе сайт, а мы можем перейти отдельно в вкладку documentation. После этого вы можете задать какой-то свой вопрос, если вам необходима прямо вот детализация, например, сервер. Я хочу по серверу что-то поискать, я вот просто ввел это слово. Здесь вот детализация, ну это естественно, если вы знаете как бы язык английский, потому что вот можно осуществлять только на нем. После этого вы вот ввели, например, какое-то слово документации, и у вас сразу там появляется ряд статей, которые уже имеются заготовлены, и вы можете их там выбрать и посмотреть, покопаться поглубже. Если вы хотите получить более какую-то понятную информацию по поводу каких-то часто встречающихся вопросов по серверу, например, здесь есть вкладка Q&A, то есть вопрос-ответ. То, что сами как бы китайские пользователи задают, и там тоже им отвечают между собой. Там комьюнити достаточно развито, и на некоторые вопросы, которые вы даже в документации не сможете найти, можно найти ответ там. Ну и последнее, это вот тоже вкладки там форум-видео, то есть вы можете на форуме отдельно посмотреть, вдруг кто-то что-то писал по этому поводу, как, например, там настроить SQL Server, чтобы он там читал какие-то ваши кастомные процедуры. Или же там вот пока по восстановлению SQL Server, то, что люди спрашивали. Ну и также можете посмотреть там по плагинам, которые существуют, какие есть для этого решения. Отлично. Руслан, я тут вспомнил, на неделе обсуждали, расскажи в двух словах по поводу внутренней валюты, вот этого вот казино. Да, тут... Кстати, вот есть один из вариантов, то, что игропрактик, которые тоже вот китайские коллеги у себя внедрили, это бонусы за как бы прохождение, то, как вы в принципе делитесь на портале. То есть тут отдельно есть такая вкладка, сейчас даже покажу, если она мне откроется. Так, 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 где это вот... Есть, например, daily check-in, где вы можете получать отдельно какую-то внутреннюю конвертируемую валюту. И после этого вы можете у себя ее как бы сохранить там, и дальше куда-то использовать на внутренних мероприятиях того же community fund. То есть тоже достаточно необычно, интересно. Я вот потихоньку тоже коплю, надеюсь, на что там не хватит поиграть в китайском казино, скажем так. Почему нет? Ну, на самом деле тоже скажу, есть замечательный пактал программного обеспечения компании Siemens, небезызвестный, там тоже внутренняя валюта есть для сотрудников и зарегистрированных пользователей. И там условные чайники, утюги вообще спокойно разыгрывались, и все это присылалось. Так что я думаю, китайцы здесь тоже большие молодцы в этом деле. Ладно, отвлекаться не будем. Давайте следующий вопрос. Можно поподробнее про функцию ACC SAM, которая используется для расчета доли? Как она работает? Да, вот эта сумма, получается, функция, она рассчитывает у нас значение кумулятивного итога. То есть для каждого из брендов он считает вот нарастающий итог, нарастающую сумму по каждому из детализаций. То есть он все это суммирует у себя и после этого берет, делает отношения с итоговым значением, которое по всем продуктам мы посчитали. То есть вы посчитали какую-то долю по одному из них, и после этого делите, находите там часть от общего, от общей как бы суммы, что у вас рассчитано, была вот здесь. Вот так. Понятно. Двигаемся дальше. То есть если условно у вас там 110, 20, у вас там будет сумма кумулятивная, которая функция посчитает 130, и по вот этому, например, продукту и срезу данных. Если вот прям совсем так легко. Можно ли шрифт в таблице сделать менее 12-го размера в реальной векте и минимальный шрифт 12-й? Но тут, к сожалению, это кастомизировать настолько подробно, как в той же системе табло нельзя. Это мы тоже вот как-то обсуждали, что хоть и таблица он хорошо работает, дружит, вот можно там сделать с ними, но именно со шрифтами, с кастомизацией графиков здесь вот пока каких-то вот таких прям решений не видно. То есть то, что вот есть пока заготовленное, скажем, вот тут, на вкладке этих тег, и то же самое в таблице, вот это можно использовать. Вот. То есть буквально вот то же самое, я могу только 12-й шрифт на визуализацию. Угу. Понятненько. Если Dashboard разрабатывается на большом мониторе, а потом переходишь на маленький экран, то Dashboard по пропорциям изменяется, фильтры сильно сжимаются. Такое не только в реальной версии? Да, это как бы от реальной либо же нет реальной версии не зависит. Тут как бы это, в принципе, концепция разработки самого продукта, самой системы Find BI, то, что он адаптивен к любому, скажем, разрешению, то есть вам нет необходимости постоянно прописывать масштаб. Он сам его найдет по отношению к тому, какая у вас страница. Вот если я сейчас превью открою, здесь есть вот одна удобная опция, которая при помощи плагина реализуется, это Proportional Adaptation. То есть я могу по своему разрешению экрана настроить, как у меня будет выглядеть Dashboard. И здесь конкретно по разрешению прописать. То есть нужен мне, например, чуть поменьше 60. Вот он у меня растянется под 60. Если нет, вот я сделал его 60, он у меня теперь не вытягивается под пропорции. Точно так же там, если... Сейчас давайте я покажу на более лучшем примере, в том же графике, да, на Dashboard, который мы там как-то тоже разрабатывали. То есть если я перейду сюда в превью и выберу здесь вот, получается, Adaptation 60, у меня он на 60% от моего экрана, получается, настроит вот отображение Dashboard. Если 120, он, получается, их сделает больше. Здесь вы можете вот так брать, крутить как вам нужно, как вам будет легче и понятнее работать с Dashboard. Надеюсь, ответили. Можно ли обычный файл переслать коллеге, как PBX в Power BI или как TWBX в Tableau? Ну, здесь вот вопрос, что такое обычный файл. Это данные, либо же это Dashboard. Ну, полагаю, если вот сравнивать с PBX и TWBX, как в Power BI, то есть здесь мы Dashboardами так напрямую шериться не можем. Мы их шеримся только по вот ссылке, как она указана вот здесь. То есть ShareWiz и указывайте пользователей, которые вам необходимы. Если же вы хотите вот поделиться как-то там по-другому, ну, как бы бэкап или вот какие-то процедуры, чтобы вам переносить их с одной машины на другую, ну, такую нельзя сделать. Так, следующий вопрос. Можно ли настроить джамп при клике на какой-то график на другой график этого же Dashboard, но в другом табе? Или джамп возможен только на графике другого Dashboard, а в рамках одного Dashboard нельзя делать джамп? Я думаю, здесь связь можно прописать, потому что когда мы делаем джамп на какой-то график или другой Dashboard, мы там указываем ссылку. По идее, если указать ссылку на конкретную визуализацию, которая у нас используется, это можно реализовать, нужно просто посмотреть под конкретный случай. Потому что не все там можно так настроить, чтобы у нас прям были прыжки между графиков, как в той же системе Tableau. и здесь он работает немножко по-другому. Так, следующий вопрос. Можно ли связывать несколько таблиц в один датасет по типу снежинки? У нас 3-4 уровень связи в бок в датасете не отобразился. Это наша ошибка объединения таблиц. Вопрос. Ну, здесь мне не совсем понятно, что такое в бок, но саму концепцию снежинки, как логику работы с данными, ее реализовать можно. Давайте я сейчас тоже что-то покажу. У меня на примере есть тут, например, схемы. Так, Assurated View. И сейчас вам что-нибудь интересное покажу. То есть здесь можно реализовать такие вот прям сложные структуры. То есть у меня таблица полностью с фаренкеями, и они наследуются до здесь таблицы фактов. То есть достаточно сложная структура, но ее здесь можно повторить. Как это работает, когда вы хотите сделать self-service датасет? Вы указываете те поля, которые вам необходимо здесь обработать. Вот, например, как здесь. То есть я сейчас возьму, нажму там Create self-service датасет. И после этого я могу выбрать те поля, которые у меня будут связываться вот здесь. Вот для этих, например, пяти таблиц у меня уже есть, скажем так, преднастроенная агрегация, либо же детализация, по которой я хочу ее вот так отобразить. И после этого он мне уже как бы система автоматически распознает, что вот две таблицы, которые... Так, где это первое? Вот это, например, Room Dimension и Product Dimension, они у меня между собой связаны, и соответствующим образом я их могу свести в один датасет. А после этого, когда я их сделаю датасетом, я их уже могу взять и использовать, скажем, в разработке, то есть уже полностью такой единой таблицы. Как-то так. Так, да, секундочку, отвлекся немножко, тут клиенты разрывают. Так, 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 у нас вопрос. Скажите, в визуализации спидометра можно ли настроить промежутки между рамками визуализации и самой картинки спидометра? Пробовал разные варианты адаптации по ширине, высоте и т.д., но нижний промежуток все равно большой, и при переносе на экран с меньшим размером картинка спидометра уходит за верхнюю границу компонента, а снизу остается этот промежуток. Я прочитал с выражением, попрошу заметить. Да, молодец. Вопрос, да, такой непростой. Спидометр можно ли настроить в рамках визуализации? Я видел пример, как вот эти спидометры, либо же графики можно изменять по, скажем, других графиках. Вот на карте, например, если он используется, там, в принципе, он отображался более-менее корректно. В вашей ситуации, думаю, надо посмотреть, как он отображается на визуализации. В крайнем случае, если же он там как-то вот при переносе на экран вдруг налегает, вы можете его сделать флоутинг и отобразить на дашпорде в том месте, где он там нужен, чтобы он у вас как бы не налегали границы, как вы говорите, снизу промежутком. Думаю, можно так попробовать. Ну, пока вопросов больше нет. Где у нас Сергей? Мы его не видим и не слышим. Да тут он, тут он где-то. С добрым утром. Как это? С добрым утром, Сергей. Да. Справились и с дашбордом, и с вопросами. Давайте попробуем что-нибудь, коллеги, обсудить. Есть какие-то мысли? Ну, жду ваших предложений. Сергей, вот расскажи, пожалуйста, ты у нас как, собственно, топ-продажник, не побоюсь этого слова, да, большой руководитель. Давай порассуждаем с тобой. Вообще, как ты считаешь, насколько они со стороны, да, технической, потому что здесь по Файнби вопросов, наверное, немного, продукт интересный. Как с точки зрения твоего видения вообще продукт заходит на рынок, на российский? В двух словах. Может, трудности какие-то ты ощущаешь? Да, в двух словах. Безусловно, продукт интересный, видим интерес со стороны очень многих пользователей, очень многих клиентов. То есть, на самом деле, интересуются как небольшие компании, вот поскольку отечественные вендоры сейчас, конечно, сконцентрированы на крупных компаниях и не могут предложить какие-то маленькие инсталляции там с разумные деньги. Вот, поэтому тут Файнби хорошо заходит с одной стороны. С другой стороны, крупные компании тоже видят всю мощь и потенциал этого инструмента. Да, есть определенные ограничения, определенные страхи, ну, потому что назвать импортозамещением, замещение американского продукта на китайский, ну, довольно сложно. Вот, но, тем не менее, люди готовы идти на такой риск. Потому что, ну, действительно, видят преимущества, видят. Вот мы уже показываем, который вебинар, как можно легко и просто работать. То есть, мощный силсервис за меняемые деньги. И, собственно, решают с аналитической задачей очень-очень просто. Да, опять же, есть нюансы в больших и сложных проектах. Ну, как всегда, там дьявол кроется в деталях, надо погружаться. Естественно, в рамках вебинаров, там, при всем уважении к Руслану, мы там не можем показать и рассказать и ответить, собственно, на все вопросы. Ну, потому что, как бы, это специфические вопросы. Но, тем не менее, я не знаю, я считаю, надо пробовать. Тем более, я говорю, порог входа минимальный. То есть, ну, условно говоря, покупается, там, один девелопер, там, условно говоря, там, два-три вьюера хотя бы, да, ну, для того, чтобы тестировать полученные дешборды. И можно работать, можно пробовать. То есть, порог входа минимальный, а особенно для людей, которые знакомы с Табло, тут будет, ну, Табло, Пару, тут будет многое знакомо и понятно. Ну, а дальше приходите, там, либо к нам за консультацией, либо, там, если какие-то срочные вопросы, пишите в чат FindBi, в Telegram. Ну, собственно, будем помогать, решать. Мы, собственно, все заинтересованы в развитии этого рынка, чтобы, собственно, получилось большое и мощное решение. Как-то так. Да, спасибо большое, Сергей. Вы действительно правы. У нас еще есть... Парочка вопросов появилась, Парочка вопросов, да. Есть, да, есть две таблицы фактов и на Dashboard, где нужно в одной таблице отразить данные из этих двух таблиц. Возможно ли такое сделать? Ну, такое сделать можно, то есть, если две таблицы у вас имеются, но для этого вам придется сделать как бы третью промежуточную таблицу, там, если вы как-то захотите заджойнить, на уровне того же self-service датасета, и после этого вы можете просто так же легко добавить и третью таблицу на Dashboard, которая будет состоять там как-то совместно из вот этих двух. И, наверное, заключительный вопрос, если еще, конечно, будут, тоже будем рады ответить. Возможно ли советствами из коробки строить анализ прогноза, если не из коробки, то какими дополнительными советствами? Прогнозный анализ скорее, а не анализ прогноза. Ну да, я извините. Творчески переработал, да. Да, то у нас получится как прогноз погоды. Вот. Ну, здесь я добавлю, что прогнозный анализ по NBI есть, но он, конечно, будет даже послабше, чем в системах там, Tableau или же Power BI, потому что для китайского рынка это не самая, скажем, важная вещь. И если у нас те же самые лендера, они стараются все вот эти ноу-хау, которые вот есть в сторону машинного обучения, искусственного интеллекта, NLP, алгоритмов, они вот как-то реализуют у себя, то как бы китай, вот он смотрит на это все не торопясь и не стремится пока к этому реализовать. То есть, условно, если вам надо будет построить как-то прогноз, вы сможете его подтянуть данные сюда из того же там битона интеграцию сделать. Есть у них отдельные плагины, я как-то смотрел по прогнозной аналитике, но насколько они подкроют ваши потребности и какие они будут, здесь уже вопрос. Ну, я добавлю все-таки, что BI-инструменты это не совсем прогнозный инструмент, то есть, конечно, для прогнозов есть отдельный класс IT-систем, которые там профессионально этим занимаются, и они могут служить источником для BI-системы, вот для Fine BI. То есть, прогнозы выполняются в сторонней системе, и результаты подтягиваются в BI. Супер. Так, вопросик еще, как можно джойнить две таблицы фактов? Я понимаю, можно таблицы справочников заджойнить к таблице фактов, но две таблицы фактов возможно ли? Ну, здесь это вопрос к вашей бизнес-задаче, то есть, если вы хотите там их так заджойнить, но если прям совсем постараться, и можно это сделать, сделать какой-то искусственный ключ, то есть, на одной таблице в датасете вы делаете там ключ-единеточку, например, как вот, и в другом то же самое, и как-то их связывать. Ну, у вас там данные будут, да, либо дублироваться, либо как-то вот не совсем корректные. Как вы хотите две таблицы фактов заджойнить, мне вот это интересно. Union можно сделать, да, как бы, с фактами, ну. А вот, пожалуйста, уточнение, видишь? Я не хочу их джойнить, мне нужно в сводные таблицы свести данные из двух таблиц фактов в мощном, ой, прошу прощения, в Power BI это возможно. Ну, здесь-то, как бы, вы можете сделать просто отдельную визуализацию, ее как-то накрыть верхом, чтобы она была как таблица-часть. Но, опять же, если вы хотите ее прям сделать вот как вам с двух фактов, вам просто, у вас же есть общее измерение, сделайте джойн и после этого подтяните туда и будет вам счастье и общая табличка. А так просто, чтобы пытаться как в том же Power BI сделать вот как с Excel-ем вот инструмент, то у вас не совсем получится, к сожалению. Ну, радует, что счастье все равно возможно. счастье есть, его не может не быть. А коллеги, кто на связи, подскажите, я вот многим задаю вопрос, так как-то все не очень четко отвечают. Я правильно понимаю, да, что у нас пользователи активные Microsoft Power BI присутствуют? в чем схожесть? кто тестирует собственно китайское решение? Возможно, кто-то отзовется. кроме Руслана, наверное, некому. У меня на самом деле даже где-то где-то сохранено на другом ноутбуке, там выписывали мне. Просто интересно, ну, понятно, что там с табло, естественно, очень много чего похожего, но как в принципе мы сразу же условились есть и часть от Microsoft. Вот, но ну да и ладно, собственно. Ну что ж, Услан, спасибо тебе огромное. Ты блестяще справился со своей задачей. Ага. Да, спасибо. Идеология другая, а в Microsoft Power BI есть меры? Есть. не отнимешь. Да, это есть. Вот, благодарю вас за время, очень приятно по пятницам встречаться, отвечать на вопросы, дарить вам радость. Все вместе мы познаем китайское чудо и уверены в том, что данный продукт займет свою позицию на российском рынке и занимает его уже на самом деле, положил руку на сексе. Я думаю, что скоро нас будет намного больше и мы на вопросы будем отвечать сходу друг к другу, так как и в Телеграме, да, комьюнити постоянно пополняется, вот там уже такая действительно дружественная, да, движуха, если можно такое слово подобрать, люди борются с какими-то проблемами, решают задачки, в общем, все классно, все супер, желаю всем хорошего вечера, хороших выходных, спасибо вам большое, всего доброго, до свидания, всем спасибо, спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»